Сейчас я вам хотел бы рассказать, почему в принципе я баллотируюсь на мэра города, и почему я считаю, что что именно надо поменять, и почему я считаю, что я подхожу на эту должность. Как вы все, наверное, знаете, Мэрия — это фирма, это компания. И эта компания, она получает деньги от кого? От нас. Эта компания существует за счет налогоплательщиков, за счет торноны, которую мы платим. И получается очень интересная вещь. За последние 5 лет наша Arnona выросла на 10%, а за последние 20 лет за управление Iona, то есть 15 лет, когда был Iona, она выросла еще на 30%. Как это работает? Есть такая штука, называется Taya's Automating. Это автопилот, он идет от Министерства внутренних дел, и он повышает Arnona автоматически. Почему, в принципе, я за свою каденцию, за вот эти 2 года, я понял очень много разных вещей. Понял, почему разные вещи, которые именно нам мешают, которые можно поменять. Но на сегодняшний день я бы хотел поговорить именно о трех основных. Первая вещь — это то, что нашим городом правят те же самые люди последние 20 лет. И я говорю очень простую вещь. То, что они для вас не сделали за последние 20 лет, они для вас ничего нового не смогут предложить, уже сделать за следующие 5 лет. Потому что у нас здесь, получается, власть еще старая, за последние, как бы, как я сказал, 20 лет. Получается, у нас здесь Madinute, политика города, она устарела. Политика города у нас здесь 90-х годов. Иногда у меня лично есть такое чувство, что нужно взять наш город, просто поставить в машину времени, нажать на 2023 и оказаться в нашем времени. Потому что, ну, вы сами видите, что здесь творится. Мы реально просто застряли в 90-х годах. Те же самые люди, которые были здесь еще 20 лет назад, они ничего нового в принципе не могут предложить. А таким молодым людям, как мы, не дают туда, как бы, не дают шанса нам пробиться. Получается, что за 2022 год из города уехало 12 тысяч молодых семей. В основном это молодые люди. Куда они сегодня уезжают? В сегодняшний день Хайфа уже не проиграет Тель-Авиву. На сегодняшний день мы проигрываем Нешер, Тирата Кармель и Крают. Почему? Только по одной причине. Потому что там строят. Потому что там дешевле жилье. Если мы возьмем в среднем, мы посчитали данные за последние 20 лет, то есть за предыдущую власть и за ту, которая была до нее, наш город потерял около 240 тысяч жителей. Мне от этого очень сильно больно. Почему? Потому что другие города в Израиле, они развиваются. Сам Израиль стоит на одном из первых мест в OCD по рождаемости. У нас в Израиле по рождаемости мы 8.5 или 8.9 на семью. А Хайфа, получается, последние 20 лет идет назад. Что такое 42%? Бюджет города состоит из 3.6 миллиарда шекелей. 42% бюджета уходит на зарплату работника мэрии. Треть из них вообще не являются жителями города. Теперь скажите мне вы, как может работник мэрии, который не является жителем города, понять проблемы жителей города? Это невозможно, ему без разницы. Ему, ну как, он приезжает, делает свою работу и уезжает. Только дам вам пример, что, например, в Кириат-Биалике на зарплату работника мэрии уходит 28%. Это означает, что 72% уходит для жителей Кириат-Биалика. У нас 50% уходит для жителей, 50% уходит на содержание мэрии. Это нелогично. Такого не может быть. Ни одна фирма, ни одна, не знаю, если тут есть люди, у которых есть бизнес, они должны это понимать. Ни один бизнес не может работать, когда ты просыпаешься, ты должен 50% своего дохода, бюджета, извиняюсь, заплатить работникам. По поводу штата работников. За КД, я не знаю, если вы, кто-то голосовал вообще за Калиш. Если вы помните, Калиш обещала такую вещь, что она будет бороться с тем, что имамангеноном и нупах, с тем, что набирает слишком много работников. Она это обещала, это была одна из ее предвыборных обещаний. За правление Калиш, недавно был аудитерский отчет, на котором было заседание городского совета. За правление Калиш добавилось 666 работников. Из них 20% мэна лимбхирим. Что такое мэна лимбхирим? Это директора. Это директора, которые получают от 30 тысяч шекелей и выше. На это уходят ваши налоги. За правление Йоны, за 15 лет Йоны, добавилось в штат мэрии 2500 работников. Поэтому, когда я говорю, что это та же самая власть, которая правит нашим городом последние 20 лет, я имею в виду вот эти данные. Я хочу вам дать один пример, как идет, как обычно работает разбазаривание наших с вами денег. Слышали о таком проекте? Самая большая ханукия в мире. Ходили, смотрели на нее? Смотрели, да? Сейчас я расскажу. Сейчас вам расскажу. Сейчас вам расскажу, как она появилась и что там было. Есть у нас такая одна фирма. У мэрии есть разные подопечные фирмы. Одна из них называется на иврите Эфтах. Амутали, Питах, Тайрут. Эта фирма должна заниматься развитием туризма у нас в городе. Бюджет этой фирмы 4 миллиона шекелей. Секунду, я только начал. Бюджет этой фирмы 4 миллиона шекелей. Меня поставили, я стал депутатом городского совета 2 года назад. И на один мандат полагается 2 кресла в 2 фирме. То есть в одной фирме и в другой. Одной из фирм, которые мне дали стать директором, директорион, который принимает решение, это вот эта Эфтах. Под конец года собирается заседание и рассказывает нам, что председатель этой фирмы, это ее аврамати, это кипа сруга, если вы знаете, что такое. Это представитель фиолетовых кип. Поставили его туда председателем. И он говорит, у меня есть классная идея. Я говорю, какая? Мы хотим сделать самую большую ханукию в мире. Я такой, да, это что это, что это такое? Почему он ее хотел сделать? Потому что ему не нравилось, что была елка. Когда из Хака Хагим под конец года. Оставят елку и разные, ну как бы ко всем религиям пытаются обратиться. А ему не нравится, что там есть елка. А он говорит, я хочу напротив контру сделать эту ханукию самую большую. В общем, они хотят провести. Я, естественно, говорю, что есть другие места, куда я бы предпочитал вложить эти деньги. Я единственный, кто голосует против. Они проводят это решение. Что оказывается? Что в казне этой фирмы за год накопилось 700 тысяч шекелей. Почему там накопилось 700 тысяч шекелей? Потому что они целый год ничего не делали. И они решили под конец года спалить этот бюджет. Что же такое самое большое ханукия в мире? Это два проектора и девять прожекторов, которые сняли на девять дней и заплатили за это 700 тысяч шекелей. Я единственный, кто голосовал против. Что оказывается, делаю через две недели. Снимают меня с директориона. Почему? Потому что я единственный не пошел по их схеме. Первая вещь, которую мы должны сделать в мэрии, это ее настроить. Это ее структуризировать. Потому что на сегодняшний день бюджеты уходят в разные места, которые... Наши бюджеты с вами уходят в места, которые нам с вами никак не помогают расти. Вот. Еще одна история про Икею. Все тут покупали вещи в Икею. Правда? Были там? Интересно? Удобно. А вы знаете, что Икея должна была быть у нас в Хайфе? Не знаете. Я вам сейчас расскажу. Пришли хозяева Икеи к предыдущей власти Кьона Яв. Сели с ним за стол. Говорят, мы хотим здесь открыть Икею, это вам развенит город, создаст вам новые рабочие места, поднимет экономику и так далее. Говорит, смотрите. Иона ему отвечает. Вам для того, чтобы открыть у меня в городе Икея, дает им целый список. Сделать нужно один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Они говорят, хорошо, мы тебя поняли. Куда они едут? К мэру Кириатата. Мэр Кириатата садится, они все садятся за стол, это известная история. И мэр Кириатата дает им чистый листок бумаги и ручку. И говорит, просто возьмите и запишите все, что вам надо. Они записывают все, что им надо. Он даже не смотрит этот листочек. Он берет его, просто переворачивает, говорит, вы это получили. Что такое Икея? Икея – это около тысячи рабочих мест. Потому что это не только Икея. Это все, что развинулось вокруг Икеи. Это целый бренд. Понимаете? Поэтому. Цены хорошие. Цены хорошие. Цены хорошие. А эта вещь должна была быть у нас в городе, она бы продвинула бы наш город. Все с Кириотов, все с периферии ездили бы к нам. А что случилось? Икея открылась в Кириатата. Мы продвинули Кириатата. И Кириатата, чтобы вы поняли, только за последние 10 лет по поводу количества жителей. У них увеличилось в два раза. И одна из этих причин – это Икея. Потому что Икея… Когда открыли Икею? Восемь лет назад. Значит, первое – это старая власть, которую нам нужно поменять. Второе – это то, что нам нужно сделать. Нам нужно привлекать сюда бюджеты. Потому что наш бюджет – это 3,6 миллиарда шекелей. Как привлекается бюджет в городе? Привлекается через две вещи. Первое – это стройка. Второе – это связи в Кнессити. Есть такой мэр. Его зовут Рубик Данилевич. Слышали о нем? Бер-шева. Видели Бер-шеву 10 лет назад и сегодня? Сегодня это метрополин. Мэр Бер-шевы, он сам из партии Авода, с левой партии. Но самые большие бюджеты в город он привел тогда, когда Ликут управлял страной. Что это означает? Кстати, он стал мэром в 33 года, так же само, как я. Боже, Иисуса Христа. Да. Да. Он в руководстве. Что это означает? Это означает, что молодой мэр должен как минимум хотя бы один раз в две недели сидеть в Иерусалиме, настраивать связи и попытаться выбивать бюджет для своего города. Он должен воевать за свой город. Пожилой мэр не может этого сделать, потому что у него нету на это сил. Все элементарно. Молодой мэр, он может это сделать. Посмотрите сегодня, где Берджева и где Хайфа. Жилье. Хайфа строит БММУЦА в среднем от 500 до 700 квартир в год за последние 20 лет. Тирата Кармель в это время строит 2-3 тысячи. Нэшер строит 2 тысячи. Крает строит 2-3 тысячи. Мы на город 300 тысяч населения должны как минимум строить 5 тысяч квартир в год. Из-за того, что мы не строим, у нас нету бюджета, который идет на развитие этого города. Потому что для того, чтобы развивать город, тебе нужно дополнительный бюджет. И этот бюджет мы получаем а. За стройки. Б. Сбимшалим. От Кнессета. Получается, что периферия на сегодняшний день нас выигрывает. Мы на сегодняшний день уже не проигрываем Тель-Авиву. Все говорят, мы проигрываем Тель-Авиву, все люди уезжают. На сегодняшний день мы не проигрываем Тель-Авиву. На сегодняшний день мы проигрываем Нэшер, Тира, Крает поселкам. И они нас выигрывают. Кстати, недавно вышел ДОХ. Как это ДОХ на русском? Отчет. Вышел отчет Мистера Допни, Министерства внутренних дел. Дали оценку разным городам. По экономике, по шеруту летушав, как относятся к людям, по уборке, по кабанам, по всему. Знаете, на каком месте была Хайфа? Предпоследней. 126-127. Молодежь. Одна из основных проблем нашего города – это молодежь. Она отсюда уезжает. У нас получается Хайфа на сегодняшний день один из самых пожилых городов Израиля. И 15 лет назад у нас было 25% молодежи в городе. На сегодняшний день – 19%. Теперь я хочу, чтобы вы поняли, почему это важно. Потому что те, кто могут поднять экономику города – это только молодежь и малый бизнес. Если не будет ни молодежи, ни малого бизнеса, город будет затухать. Это то, что происходит с нашим городом каждый день. Но молодежь уже здесь у нас находится. У нас есть технион, у нас есть университет, у нас есть разные учебные заведения, у нас есть Михалют. Они здесь находятся, они здесь у нас в городе. Им нужно только создать экосистем, их только нужно здесь оставить. Их только нужно здесь привлечь сюда, к нам в город. Как я и сказал, на сегодняшний день Хайфа – одна из самых пожилых городов в Израиле. 26-26,5% пожилого населения. И эта проблема тянется последние 20 лет, о которых я пытаюсь вам объяснить с начала нашего выступления. Бизнес. Что мы сказали? Молодежь и бизнес. На 1898 бизнесов новых, которые открываются в Хайфе, закрылось 1590. Вы были в последнее время на Адаре? Вы видели каждый третий бизнес закрытый? Каждый третий. А? Не из-за короны, их просто задавили Арноной. Им поставили Арнону, я вам открою секрет. Им сделали Арнону такую же самую, как платят Арнону в Гранд Каньоне. Они платят такую же самую Арнону. Как он может выжить? Мы на сегодняшний день снимаем наш штаб. У нас половина почти бюджета уходит только на Арнону. Это нелогично. Что нужно сделать для того, чтобы оставить бизнес? Нужно дать им определенные льготы. Не надо сейчас придумать какие-то супер большие льготы, от которых город потом будет бэйфсет, от которого мы будем проигрывать. Но ты можешь дать, есть налог на вывеску. Дай для продвижения бизнеса в первые три года. Опусти этот налог на новый бизнес на вывеску. Возьми, есть и пабы, которые открывают. Они должны заплатить налог за стулья, которые сидят на улице. Тоже опусти этот налог, дай им первый, дай им развиться. Помоги им развиться. Дай им, дай им. Я на сегодняшний день, ко мне очень много людей обращается с бизнесменов, обращаются с тем, что мэрия, для того, чтобы получить разрешение на бизнес, они каждый год должны обновлять. И есть такая у нас махлака, называется махлекетчимур. Это махлака, которая отвечает за старые здания. И любое разрешение на бизнес должно пройти через вот эти старые здания, через вот эту махлаку, которая к этому в принципе почти никак не касается. И вот этот вот просто бюрократический процесс, вот эта бюрократическая тема, что оно должно оттуда прийти, что оно должно перейти через вот этот отдел, оно тормозит получение бизнеса по-разному, бывает полгода, бывает на год. Ко мне недавно были здесь в Немо. Ресторан такой Немо, на Машевагерманит суши делает. Вот хозяин тоже ему помогал. Говорит, Кирилл, мне нужно ишурный гишут. Ишурный гишут, это сейчас мэрия требует, это страна требует, но мэрия требует для того, чтобы, подъезд для инвалидов чтобы был. Но у него вот это старое здание с 1800 какого-то там года. Он говорит, я застрял, я не могу понять, как мне это сделать. Я не могу, потому что мне, я здесь стены больше сделать не могу, потому что это старое здание. А разрешение на бизнес мне не выдают. Что я должен делать? В общем, так работает наша мэрия в плане бизнеса. Они их топят. Туризм. И завидели, что нам сейчас начали приезжать большие корабли, крузы. Подписали договора с фирмами этими крузов. На сегодняшний день в Хайфу приезжает 240 тысяч туристов в год. Но знаете что? Они сюда приезжают, выходят из Номаля, выходят из порта, садятся в автобусы и отсюда уезжают. Все. Все. Потому что нету даже элементарной какой-то программы, которой было бы, которая их бы здесь оставила. Все на самом деле очень просто. Колесо уже давно-давно придумали. Возьми, запусти здесь какие-то автобусы двухэтажные. Возьми, сделай здесь какие-то вечеринки. Сделай какие-то фестивали. Возьми сюда, привлечи людей, сделай, вложи в это деньги. Это все давно-давно придумали. Как работает Барселона. Как работают другие города. Не может быть такого, что хайфа одна из самых... У нас есть все. В плане потенциала в хайфе есть все. Есть на иврите такая фраза. Мишпад. Говорит, хайфа, зот ир, и махи арбе потенциаль, и махи поход мимуш потенциаль. Что это означает? Это хайфа с самым большим потенциалом, но самым маленьким воспроизведением потенциал. Никто не делает, никто не воспроизводит этот потенциал, который есть в нашем городе. Что мы выучили? Первое. Первое. Это экономия денег. Нам нужно реорганизовать муниципалитет для того, чтобы деньги ишли не работникам мэрии, а на услуги для вас. Два. Привлечение инвестиций. С Кнессета. Раз. Два. С застройки. И три. Поднять экономику. Поднимание экономики за счет молодежи и малого бизнеса. Спасибо. Как реорганизовать муниципалитет? А можете сейчас задать все вопросы, а мы на них ответим.